Я мотал-домотал только до 3 сентября этого года. Мотать можно очень далеко, потому что переписка реально очень большая. Это не просто история переписки, это их история. Она началась 4 года назад совершенно случайно. Два человека, находившиеся за сотни километров, друг от друга встретились виртуально. Константин искал очередную серию в группе сериала «Калифорникейшн» и вдруг увидел Алену. Так все и началось. То есть мы там переписывались периодически, у нас сообщение было из разряда «Привет, как дела?» Все нормально, все хорошо, точно как обычно. А потом я уже приехал в 2013 году, когда здесь начал летать, в Вологде. Тоже написал, говорю, хватит там уже прятаться. Что-то там такое не было, как дела. Пошли пить в квартире? Да, пошли. Нет, на аэродром эти сразу пригласил. А, да. Что тянуть-то тут эти промежуточные эти фазы уже? Пиво предлагал, кофе предлагал. В ход вместо смайлов пошли реальные улыбки. Покорять сердце девушки Константин принялся уже не текстом. Молодой человек добился того, чтобы возлюбленная оказалась на седьмом небе. И не только в фигуральном смысле. Константин – опытный пилот. Спустя год они на том же аэродроме. И снова поднимаются в небо, чтобы пожениться. Необычная авиасвадьба прогремела на весь город. И мало кто знает, что ее бы не было без скромного «Привет ВКонтакте». Вот уже 10 лет социальная сеть соединяет судьбы и помогает найти единомышленников и близких по духу. Так, например, при помощи обычной группы сотни молодых активистов со всего региона придумывают и реализуют свои проекты. Подписчиков своей страницы, сотрудники главного областного молодежного центра называют не иначе, как друзья-содруги. В группе мы выкладываем актуальные новости, анонсы, конкурсы для нашей молодежи. То, что может их мотивировать, заинтересовать, способствовать их дальнейшему развитию. В группе сейчас у нас более 6 тысяч подписчиков. Группа была создана, если не ошибаюсь, в 2012 году. И, что приятно, она постоянно увеличивается. Так и увеличивается количество пользователей самой популярной социальной сети на просторах Рунета. Сейчас общее число зарегистрировавшихся – более 300 миллионов человек. Сегодня через свои аккаунты они могут посетить виртуальные магазины, послушать музыку, посмотреть видео. Одним из последних трендов стало появление новостных ресурсов, исключительно на базе «Контакта». Некоторые СМИ существуют на просторах этой социальной сети несколько лет подряд и пользуются большой популярностью. Яна Чеснокова, Николай Замараев, Новости Володы.